Давайте поприветствуем, у нас присоединяется к нам доцент кафедры социологии Татьяна Фенвеш. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Татьяна Анатольевна. Здравствуйте. Татьяна Анатольевна, скажите, у нас институт семьи, он вообще умирает или все-таки продолжает жить, но с какими-то коррективами? Ну, сказать, что институт семьи умирает, это, наверное, как-то чересчур резко. Институты так быстро не умирают, так же, как и быстро не рождаются. Нет, я не думаю, во всяком случае, у меня лично нет таких данных, что институт семьи не умирает. Он, конечно, модернизируется, да и то это под вопросом. Потому что если мы говорим об институте семьи, то это институт семьи, если он выполняет свои функции. Если он выполняет какие-то другие функции, значит, не институт семьи, но какой-то другой институт. Но то, что происходит известная эволюция института семьи, любого другого института, это безусловно. Институт семьи выполняет массу функций. И прежде всего, эта функция репродуктивная. То есть, это функция воспроизводства населения. Это же не только регулирование личных отношений, имущественных отношений, экономических отношений внутри семьи. Да, но мы все-таки движемся по европейскому сценарию, что мы будем все-таки жениться и выходить замуж гораздо позже, чем сейчас. Вот по этому сценарию, да? Ну, видите, институт семьи, это явление сложное, оно регулируется не только юридическими нормами. И не столько, я бы даже сказала, юридическими нормами, сколько нормами социальными. То есть, это религиозные нормы, моральные нормы, традиции и обычаи. И понятное дело, что традиционные нормы, которые выражают себя через и в культуре, они более инертные, устойчивые, изменить их очень трудно. И даже если экономически, может быть, наше общество и подготовлено к тому, чтобы молодые люди вступали в брак более поздний период их жизни, то с точки зрения традиции и обычаев, это общество не одобряется. Положим, вот такой момент, да? То есть, для нас, для нашей более, скажем так, восточной культуры, не очень-то одобряется ситуация, когда люди заключают браки в поздний период их жизни. То, что, скажем, на протяжении 50 лет, последних 50 лет, складывалось в европейской культуре, ну и вообще в западной этой культуре. Если какие-то предпосылки и имеются, как я уже сказала, экономического и культурного плана, то все говорят о доминирующей культуре, то существующие на уровне обыденной жизни, повседневности, привычки, то, что мы называем традициями и обычаями, они могут мешать этому обстоятельству. Но это субъективное, есть и объективные моменты, которые указывают на то, что происходит понижение брачного возраста или, напротив, повышение брачного возраста. То есть, если вы хотите развернутую картину, так сказать, в анамнезе, да, анализ крови, то мы видим, что для европейской культуры, которая представляет собой, прежде всего, стареющие нации, а стареют они почему? Потому что браки становятся все более поздними, детородный возраст минуется, и поздние браки могут менее рассчитывать на появление детей. Более того, даже внутри себя, с точки зрения социальной ответственности, люди, вступающие в брак в позднем возрасте, не всегда ориентированы на появление детей. Они, скорее, ориентированы на свой собственный комфорт. Но, в принципе, то же самое можно сказать и о браках молодеющих, молодых браках или там помолодевших браках. То есть, молодые люди всегда ли ориентированы на появление детей? Являются ли дети тем скрепляющим раствором, который удерживает семью как единое целое и как эффективный регулятор социальных отношений? То есть, я, может, не совсем поняла суть вопроса, но вы спросили о том, идем ли мы по западному пути в семейном отношении. Тем не менее, Татьяна Анатольевна, я так понимаю, что общество, в целом, с точки зрения социологии, вот сейчас общество переживает не лучшие времена, вот в плане каких-то, я не знаю, семейных ценностей. На передний план выходит личный комфорт, личная выгода, личные интересы, которые идут вразрез с интересами общественными, если мы говорим вот об институте семьи в каком-то таком глобальном социальном смысле. Ну, это другая сторона вопроса. То есть, мы говорим, я так понимаю, что не сами тенденции вас интересуют, а глубинные причины того, какие изменения происходят внутри самой семьи, как у маленького первичного коллектива, да? То есть, какие чувства и отношения лежат в основе, эгоизм или коллективизм? Здесь, безусловно, бесстернизация культуры приводит к тому, что ценности личного характера, они начинают доминировать, безусловно. То есть, ценности индивидуалистские, они в приоритете, а коллективистские, да, они отчасти уходят в прошлое. Но, опять же, я хочу обратить внимание, что ни один социальный институт не будет существовать в том виде, в каком мы его можем с вами обсуждать, если он не одобряется обществом, если он не функционален по отношению к нему. Социологии вообще-то плевать, хорошо обществу или плохо. Социология изучает общество в любом его состоянии. Лишь констатилов. Ну и может предложить какое-то лекарство. Спасибо, да. Татьяна Анатольевна, большое спасибо. Собственно, я так понимаю, идеального рецепта, идеальной цифры, вот возрастной, нам социология не даст. Но социология нам может объяснить мотивы, причины, а также их последствия. Татьяна Анатольевна Феньвиш, донсцент кафедры социологии, была у нас в гостях вот таким виртуальным образом.